Первый в Сургуте зимний бег с чемпионом принял Центр адаптивного спорта. Ранее подобные легкоатлетические кроссы проходили на открытом воздухе и в теплое время года. Их для пропаганды здравого образа жизни проводили общественники из организации «Югра-возрождение» и «Кикбоксеры города». За этот год эта акция набрала популярность. Сегодня в сетях желающих было прийти около тысячи человек. Но Центр адаптивного спорта столько не может вместить. Поэтому сегодня будут здесь присутствовать спортсмены, дети с различных секций борьбы, легкой атлетики и проведут забег с чемпионом. Повышенный интерес связан с именем главной звезды воскресного утра 9 февраля. На приглашение откликнулся чемпион мира, интерконтинентальный чемпион. Чемпион по версии Всемирного боксерского совета, уроженец Березовского района Югры Руслан Проводников. Сейчас в данный момент мы собрали по максималке всех чемпионов, кто у нас летом бегал. И вот у руля будет Руслан Проводников. Знаем, что Руслан Проводников практикует бег тоже. И вот в данный момент ребята его позвали к нам в Сургут на такое мероприятие на бег с чемпионом. Приглашение такого рода к Непсу поступает просто, вы не представляете, ну со всей стороны это, вот я, это не громкие слова, правда. Вы не представляете, я вот сейчас только что вернулся буквально вчера, рано утром прилетел с Воронежа. Был на съемках там патриотического ролика. Сегодня уже сюда. Отсюда я в Нефтьюганск. Вы не представляете, сколько я думал, не бывая по два месяца. Это моя земля Югорская, это мои земляки. Почему я сегодня здесь? Потому что у меня прям как раз так сложилось, что по графику у меня получается. Поэтому, ну, как я могу отказать своим землякам? Руслан Проводников известен своей любовью не только к боксу, но и к бегу. В январе этого года спортсмен поддержал благотворительную акцию по сбору денег для девочки из Югорска Юлианны Сырцевой. Спасти малышку от редкой болезни может только укол одного из самых дорогих в мире лекарств. Сделать инъекцию нужно до двух лет. Стоимость 145 миллионов рублей. Из 100 километров, которые хотел преодолеть Проводников, он сумел пробежать 51. В планах было пробежать 100 километров до Игрима. Давай я как раз вот этот вот забег и приурочиваю, чтобы он не был просто так, говоря, приурочиваю, как благотворительный призову. И вот, знаете, ведь это здорово, когда есть какая-то, не просто ты бежишь, да, там, ради своих каких-то рекордов, целей какой-то, а еще когда это какая-то благородная цель. В Сургуте цель была тоже благородной. Показать, чего может добиться человек из глубинки только за счет собственной целеустремленности и силы воли. Около 100 человек приняли участие в разминке. Это несколько кругов в неспешном ритме, беге с ускорением и растяжке. После пробежки участники проекта «Бег» с Русланом Проводниковым получили возможность задать прославленному боксеру свои вопросы. Руслан свой темп задал, то есть бег с чемпионом он чуть-чуть в другом формате проходил, но его схема тоже интересная. Нам понравилось, народу весело, все бегут, эмоции зашкаливают. Мы договорились о том, что мы будем на постоянной основе участвовать в этом проекте. Значит, также будем на постоянной основе сейчас привлекать людей с ограниченными физическими возможностями, потому что сегодня, насколько я знаю, это впервые. То есть проект стал инклюзивным. Руслан Проводников стал 11-м гостем проекта «Бег с чемпионом». Вполне возможно, что зимние встречи любителей кросса еще пройдут в Манеже. Полноценно проект стартует, когда на сургутских улицах растает снег. Дмитрий Круковец, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости.